Ну вот, заселились мы. Тут оригинальная такая стенка. Отель на горе расположен, низу лярусов. Вот. Все чистенько. Полотенце. Стаканчики. О, здесь смотри, и мыло, и шампунь. Короче, все есть, да? Бумага с запасом. Бумага с запасом. Три рулона. Ну, молодцы. Шкафчик. Холодильник. Это их вода для нас. Кофеварка. Микроволновка. Давайте сейчас я поснимаю. Так, это здесь так. О, посуда есть, стаканы есть, все есть. Для издаж есть и самые поставки. Тут что-то написано для нас. Так, мусорник, все чисто. Смотри, открывашка универсальная для всего. И потом с собой ничего убирать не надо. Убирать ничего не надо, да. О, тут смотри, есть для этих самых, для приготовления всяких этих супов и кашек. Посмотри, все есть. Ничего себе. Чайник таблетрический. Так, здесь уже, видишь, его ставили. Сейчас надо за выпечку эти, раз они рюмки поставили. Ну, да. Так, крепельницы даже есть. Нифига себе, что-то купить. У них можно, что ли? Тут пусто, раз спали. А вот туда почему? Сейчас телевизор посмотрим. Так, что у нас тут? О, ну смотри, спальня здоровая какая-то. Да, шкаф-то какой-то. Шкаф тоже мощнейший. Это пледо, если будет холодно. Там сейф есть даже. Сейф, ааа. О, сейф, блин, церковь. А сейф не работает. Там, видишь, не закрывается. Почитаем. А, ну да. Там нет ветра, видишь? Ну ладно, буду надеяться здесь. Все нормально. Здесь оставлять, мы ничего на ней не будем. Слушай, а это что, градусу на оба этих самых? Вот. На оба окна идет, да? Там она не открывалась. Она не открывается почему-то? Ну где? Нет, нет, она. Вот. А, вот же. О, нифига себе. Да, смотри, у нас. Дворик глухой, но зато тут же можно посидеть, позагорать. Смотри, вот там. То есть это у каждого номера? Каждого номера, да. Два лежака, три, два, да. Ну тут вот, конечно. А тут, наверное, где-то. Тут дорога. Ну и все, очень даже ничего. Очень даже ничего. Отсюда не открывается. Не открывается. Ну слушай, нормально. Так, кондишен, все есть. Мы находимся на шестом этаже нашего отеля, где ресепшн оживел внизу на первом этаже. Сейчас поднялись вверх, где ресепшн. Вот. С этой стороны дорога внизу, с другой стороны дорога на уровне этого этажа. Вот у нас бассейн большой и маленький. Вот наш номер с той стороны, выход на ту сторону. Вот это место называется Пуэрто-Рико. Сейчас мы пойдем, сядем на машину и поедем вон туда, за эту гору, в пустыню Сахара. Вышли из отеля. Вот идем немножко изучить окрестности. Красота тут, конечно. Пока мы идем длинным путем. Но где-то должно быть короткий еще. Ой. Теперь вот дорогу снимем. Ой, Юрик. Я не могу тут ехать. Третья скорость. Это давай отсюда уедем. Нельзя тут не развернуться. Ой, мама. Да все нормально здесь. Я не могу. Дорога широченная, граждение. Третья скорость. Да тут совершенно широкая дорога. Очень хорошая. Ой-ой-ой. Конечно, ты едешь там, с той стороны. А я тут с краю. Ой, как тут это. Нет, нет, в Греции было там это страшно. Нет, нет, в Греции нет. Слушай, ну вот океан просто все. Да, обалденный. Да, такой вид. И мне и страшно, и красиво. И я не могу. Но без памперса. Ой. Так, смотри. Опа, надо было свернуть что ли? Болит-то. Да нет. Странно. Ну ладно. Нет, нам нужна. Нет, еще рановато. Нам нужна, по идее, главная. Масполомас, надо проехать. И потом будет дальше. Ну, красивее. Какие места тут. Ой, места какие. Ухта, там, скорее всего. Там бухта. Да. О. Ой, какая здесь. Нет, пляж здесь нет. Нет, нет. Ой, какие места здесь. Ну просто. Это я не знаю. Это трудно описать. А тут смотри, готовится строить что-то еще. А там что ли? Да, строить. Там что-то тоже, наверное, смотри, да. Вижу, террасы роют. Угу. Уже вон лестница там, видишь? И лестничный проет. И вот смотри, углубляешься, здесь идут сплошных скал. Да. Вот видишь? Зелени очень мало. Угу. Ну это, ой, здесь. Так, вот сейчас вам надо. Здесь не так страшно. Смотрите, у нас поломас. У нас поломас прямо. Прямо. Ой. А на раз... Это просто Кран-Канария, она разная. В одном месте так, в другом так. Ну да. Ой. Тут еще какие-то автобусы едят. Слушай, ну вот так общественного транспорта здесь нет. Да, я вновь, я вновь, я вновь, я вновь смотреть, куда ехать. Так. У нас поломас прямо, да? Прямо. У нас поломас. А я не увидела. Я не увидела. Смотрите, тут дороги, а. Ой. Навороченные. Там не лаз поломас, там маз какой-нибудь. Ну лаз, лаз поломас. Я... А ты меня? Я чисто это... Прощаю. Ой, ну хоть мы с той страшной трассы выехали. Ну да. Ну там конкретно, еще я сидела с этой стороны. Ты еще там сидел, а я еще здесь все. Прямо вот как будто едем над пропастью. И внизу океан. Ой, ну красота, конечно. Ой. Ой. Задержись-то, посмотри. Океан, яхты такие. Сейчас еще выведем так. Ну пропустил бы. Туда показывает, видишь? Да. Здорово. Просто... Просто восхищение. Скалы. Я просто восхищение. 23 градуса, комфортно. Не жарко, да. Ветерок. Слева, вон там океан. Справа. А, справа, да, справа. Я уже заговаривать стала от такой красоты. Справа, да, океан. Там вот эти белоснежные яхты. Слушай, может быть, вот даже взять вот так экскурсию. Ну да, там в отеле у нас информация, там эти экскурсии продаются. Да, слушай, давай как-нибудь экскурсию возьмем. Вот по океану прокатимся на яхте. Там есть экскурсия на корабле со стеклянным дном. Ой, нет, это страшно. Нет, смотришь, там внизу все это просвечивается. Это страшно. Нет, вот на обычную яхту надо взять экскурсию, да? Ты как думаешь, надо взять все-таки? Да, ну вот. Все, вот просто все, вот ты понимаешь, что ты просто в океане находишься. Вот этот островочек. Смотри, здесь остановки общественного транспорта. А здесь что за город? Мас-Паламас? А вот нет еще. Нет? А какой же тогда городишек? Сейчас здесь прямо проезжаем. Тельфиньи хвост, видишь? Мас-Паламас, это опять прямо. А что же это за городишек такой? Смотри, какой отличный просто. Так, прямо там нельзя. Вон, показывает, видишь? А туда что-то все перекрыли. Мас-Паламас. Куда таксист поехал? Они все едут. Не знаю. Кофеюшки прям. Все уже открыты. Конечно, вот так вот сама не пройдешь. Что-то мне напоминает. Какой-то муссель, где мы были. Типа Испания. Ну да, Испания континентальная. Это же есть Испания, но это острое. Очень похоже так и по строению. Да, да. Но все равно здесь своя изюминка на острове. О, пляж, где смотри. Ну, это вот настоящий прямо Глубай Лагуна. Точно, смотри. Вот уже побережье океана. То есть, куда бы ни поехал, везде вот. А, здесь уже черный песок вулканический, видишь. Там у нас привозной. У нас белый, да? Белый, он привозной из Африки, да. Я читал. Порто-Рико, мы привозной. Да, а здесь вот черный, вулканический, да. Ну вот, хорошо, что эти машины. Мы не знаем, мы за автобусом куда-то пристроились. А куда едем, мы сами не знаем. Не, не в то направление. Ну, а откуда мы знаем, как у них машина. Там дорога перекрыта, главное. Видишь, все повторостепенно шуруют. И мы за ними. Так что автобус тоже туда. Тихо. Ой, вот прям он идет уже. Какие они здесь беспардонные. Ну да. Тихо. Да я тихо, тихо. Куда машинка поехала? Так вот. Право. Да. А, вот выехали уже на Галли. Вот Маспалус. Ага, вот, видишь, мы проехали просто по центру города. А что же это за город, интересно? Мы так и не поняли. Там потом по карте можно посмотреть. По карте посмотрим. Я думаю, солна написано. Sorry. Этому солна. Ага. Ну, у тебя... Ой. Ну, нет, конечно. Остров это. Вот, смотри. Уже вглубь острова одни горы и камни. Там уже как бы нет такой... Так. Маспалумас. Ударим. Прямо. А, нет, подожди. Он куда-то вниз показывает. Пуэрдерипа. Поедем прямо. Маспалумас поедем. Поедем сюда. Ой, вон, смотри. А вот эти там такие дороги второстепенные, которые в горы уводят. Но там... Туда боишься вот так заехать и фиг знает. Будешь там плутать. Да. Горь-дарико нам не надо. Мы уедем Маспалумас по правой стороне. Маспалумас. Смотри, вот туда какие еще дороги второстепенные справа. А, уже на КЦ-1 выехали, или на 500, на 500. Так, смотри, здесь разлетение. Там вот есть подожди. Не, мне кажется... Не, нам правее в любом случае ехать. Нам правее? На Порто-Рико ходят, нам правее. А вот сейчас указатель, что там написано. Да, Маспалумас направо. Да, а в лево Порто-Рико. Моган и Порто-Рико. Да, там все, да. То есть мы углубляемся вглубь острова. Да. А вглубь острова, вот смотри, здесь вот вглубь острова, это вот такой, в принципе, ландшафт, да? Вот такие горы, камни. Поселки... Пустыня Аризона, да. Поселки совсем здесь редкие и практических нет. И вот такие дороги, среди скал, пещеры. Сейчас в тоннели будем езжать. Да. Ущелья. А вот с ними как въезжаем в тоннели. И тоннель немножко там. Под такой мощной горой. Да. 400 метров где-то вот это было. Да ты что, длиннющая. Ну, нет, это еще не так. 400, да, это так уж. Стоискалы совершенно. Нетровинки. Нетровинки, да. Вот просто камни. Нет, есть какие-то там вот совсем маленькие кустарочки. Да, верблюжьи колючки. Совсем не низкорослые, да. А так вы со мной. Вот все, прям пустыня. Это даже не пустыня. Это даже не пустыня. Просто все бывший вулкан. Копическая земля. Да, это все. И вот справа от меня вот океан. О-о-о. Что-то меня все обгоняют. Так, пусть обгоняют. Мы не торопимся. Немножко заложила уши, но чувствуется, что мы наверх поднялись. Сейчас поехали вниз уже. Сейчас вниз тут такие дороги. Ну, конечно, шикарно. Просто шикарно. Ой, ну куда ты? Куда несешься? Вот куда несешься? 100 километров, тут 120 разрешенная дорога. Ну, пусть тут, может, 150 разрешенная. Ну, как ты не понимаешь, что нельзя. Конечно, на 20. Ну, пусть. А тут вдруг будет 200 написано. И ты помчишься? 200 не будет. Ой. В общем, стоит сюда приехать и посмотреть. Даже вот хочется, как бы, еще мы не въехали, но хочется вернуться. Спасибо. Спасибо.